Совет нацбезопасности и обороны принял решение вывести украинские войска из Крыма на материк. Кабинетом министров поручено безотлагательно приступить к передислокации воинских частей. Кроме того, решено эвакуировать семьи военных и оборудовать военные городки для размещения армейских частей. Об этом заявил секретарь СНБУ Андрей Порубий. По его словам, официальный Киев делает все возможное, чтобы освободить украинских заложников на полуострове, как военных, так и гражданских. О каком же количестве заложников идет речь, пока точно неизвестно. Украина вживает и публичные, и непубличные заходы, для того, чтобы наши граждане, которые в заручниках, наголошу еще раз, это и военные службы, и цивильные, чтобы мы смогли их повернуть. Вывод наших солдат из оккупированного Крыма сегодня обсуждали в Верховной Раде. Виталий Кличко заявил, что об эвакуации украинцев давно говорят, но дальше слов дело не идет. Лидер удара предложил спикеру сегодня же провести расширенное заседание СНБУ с депутатами, военными, экспертами и президентами Кучмой и Кравчуком. И вот послушайте далее, какой диалог состоялся. Регионалы, в свою очередь, предложили создать Конституционную Ассамблею. Разработать новый основной закон и прописать в нем для русского языка статус второго государственного. В моем понимании, первоочередным на сегодня является необходимость проведения конституционной реформы, выработки такой формы обустройства страны, которая бы обеспечивала территориальную целостность Украине, придание русскому языку статуса второго государственного языка. Если мы эту работу не начнем, это тот случай, когда через какое-то время мы можем просто опаздывать.